Дай почитать. Все, с чем Чагин сталкивается, остается с ним буквально навсегда. Когда-то перед ним, выпускником философского факультета ЛГУ, в конце 1960-х годов встает выбор. Он возвращается в холодный Иркутск, и совесть его чиста. Или он получает квартиру и прописку в Ленинграде, но должен написать донос. Чагин выбирает второе. Всю жизнь он мечтает искупить вину. Ведь только это его может оправдать и помочь вернуть возлюбленную веру, которая прекратила с ним отношения, узнав о предательстве. Водолазкин применяет любопытный прием, составляя как бы несколько биографий главного героя, наделяя двойниками и вымышленными персонажами, судьбы которых зеркально отображают сюжеты в судьбе Чагина. Например, писатель Даниэль Дефо или первооткрыватель Трое Генрих Шлиман или архивист Павел Мещерский. И хотя Чагин наделен незаурядной памятью, он маленький человек, совершивший предательство по слабости. Беда его в том, что забыть это, притупить воспоминания не может. Он все так же остро реагирует на свой грех, так же ярко и эмоционально, как в день события. Все же он упорно пытается искупить грех, и в этом его сила. Представить, что ты можешь жить не в холодном Меркутске, а прописаться в Ленинграде, и жить, и ходить по Невскому, любоваться сфинксами, наслаждаться Эрмитажем. Чагин убеждает себя, что ничего страшного нет в доносе. Водолазкин рисует его достойным прощением. Для Водолазкина название романа «Чагин» имеет глубокий смысл. Он хотел подчеркнуть, что его роман не о предательстве вообще, а о грехопадении и искуплении конкретного, единичного, неповторимого человека. В итоге Чагин встретится с Верой и будет прощен. Она пишет поэму «Одиссей» свою исправленную биографию. В конце жизни станет многое забывать. Так покаяние стирает грех, остается лишь добро. И как не вспомнить Лескова, шкура Овечкина, а душа Человечкина? 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!